Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Как вы уже слышали вчера вечером, Бог говорил со мной, об одном слове для этих служений, и это слово «время». Чтобы войти в полноту того, что у Бога есть для нас, с нашей стороны потребуется время. Время в слове, время в молитве, время в духе. Не поймите неправильно, о чем я говорю. Это не обязательно означает «время в уединении», когда вы должны закрыться в своего рода тайной комнате одни. Да, нам нужно отделенное время наедине с Богом, но нам нужно научиться посреди своих повседневных дел и обязанностей все равно сохранять сердце, постоянно обращенное к Богу, чтобы, если так можно выразиться, не выбиваться из духовного строя, сохранять контакт с отцом в течение всего дня, научиться превращать свое время во время с ним, даже когда мы занимаемся делами. Я вспоминаю свидетельство о жизни Смита Вигглсворта. Многие из вас знают о нем. Это был проповедник из Англии, у которого было очень сильное служение, служение веры, исцеления, чудес в начале 20 века. Он взял себе за правило в течение всего дня питаться словом. Он питался словом полчаса, молился полчаса, питался словом полчаса, молился полчаса. Вы скажете, ну да, но, пастор Нэнси, мне нужно работать. Но знаете, прежде чем он вошел в служение полного времени, он был водопроводчиком, и он научился выполнять свои повседневные обязанности с сердцем, обращенным к Богу. Я вам скажу, нужна практика и дисциплина с нашей стороны, чтобы обратить сердце к Богу. И нам нужно уделить время, чтобы стать в этом умелыми. Потому что чем больше времени мы уделяем духовным вещам, чем больше времени мы уделяем молитве, тем больше мы будем развиваться в этом. Чем меньше времени мы уделяем, тем медленнее мы будем развиваться. И я вам скажу, время последнее, и мы больше не можем себе позволить отставать в развитии. Нам нужно развиваться. Некоторые считают, что какие-то люди просто призваны к молитве. Но я хочу, чтобы вы знали и понимали, что Слово нигде такого не говорит. Библия говорит, что одни призваны быть апостолами, другие — пророками, иные — евангелистами, пасторами, учителями, но мы нигде не видим таких слов в отношении молитвы. Зато мы видим, как ученики посвящали себя молитве. Так что суть не в призвании к молитве, а в том, как мы посвящаем себя молитве. И можно, взглянув на кого-то, кто стал очень умелым и эффективным в молитве, сказать, ну, у него просто особое помазание для молитвы или особое призвание к молитве. Но это неправда. Если кто-то развит и умел в молитве, то только по одной причине — он посвятил себя ей. И посвятив себя ей, он развился более других, которые не уделяли этому время. Для меня высветился именно вопрос посвящения времени развитию нашей молитвенной жизни, посвящения времени Слову, посвящения времени развитию нашей духовной жизни. Одно из сильнейших орудий дьявола против развития нашей духовной жизни и нашей молитвенной жизни — это отвлечение. Это одна из величайших стратегий врага против нас. Отвлечение съедает наше время. то время, которое нам следовало бы использовать для духовного развития. Иисус рассказал притчу о четырех видах земли, четырех видах почвы, или, как мой муж говорил, четырех видах грунта. И речь идет о почве жизни людей. Из четырех почв, которые упоминаются, только одна принесла плод. И эта почва принесла плод тридцать шестьдесятый сто крат, но остальные три вида почвы не принесли никакого плода. Я хочу прочитать это местописание, Марка 4, 18-19, и я буду читать в расширенном переводе. «А посеянное в тернии...» Помним, сеятель вышел сеять слово. «И посеянное в тернии означает тех, кто слышит слово, но затем заботы и беспокойства этого мира...» И послушайте. «И отвлечение этого века, и удовольствие, наслаждение, ложный блеск и обманчивость богатств, и другие влечения и страстные желания, вкрадываются и душат и заглушают слово, и оно становится бесплодным». Обратите внимание, слово может быть посеяно и при этом быть бесплодным, если мы не будем за ним правильно ухаживать. Но я хотела, чтобы мы увидели вот какую фразу. «Отвлечение этого века» — это одна из вещей, которая может сделать нас непродуктивными и бесплодными в духовной жизни. Заметьте, в месте Писания, которое я только что прочитала, не упоминается дьявол, упоминаются приёмы, которыми он пользуется. И один из его главных методов — «отвлечение этого века». Обратите внимание на формулировку «отвлечение этого века». То есть в каждое время есть свои отвлечения. Знаете, до того, как появились некоторые современные удобства, обыкновенное выполнение повседневных дел было таким сложным. А путешествовали люди на фургонах или дилижансах, верхом на лошади или пешком. Тогда, в отсутствие современных транспортных средств, чтобы добраться куда-то, нужно было очень много времени. Это было отвлечение того века, время, требовавшееся на переезды. И дамы, можете себе представить простую стирку до современных стиральных машин? Послушайте, я могу себе представить, потому что моя мама годами стирала при помощи машинки с отжимным валиком. Всё наше детство. Поэтому я знаю, сколько на это уходило времени, и на то, чтобы достать бельё и развесить его сушиться. И это просто дела по дому. А как насчёт выращивания собственной еды? Много лет назад, поколение назад, люди выращивали собственную еду, или охотились, чтобы прокормиться. И можете себе представить, сколько времени потом занимала готовка? Большинство современных женщин даже представить себе этого не могут. И это были отвлечения. Это было необходимостью, но это были отвлечения того века, которые на самом деле могли поглотить всё время человека, если позволить. Но теперь, когда у нас есть все эти удобства, которые экономят нам кучу времени, наше время съедают отвлечения, типичные для нашего века. Хотя у нас есть все современные удобства, есть другие отвлечения, с которыми не приходилось сталкиваться предыдущим поколениям. Откройте со мной, пожалуйста, 10 главу Луки. Я хочу, чтобы мы прочитали Луки 10, с 38 стиха. И я буду читать в расширенном переводе. Мы прочитаем с 38 по 42 стих. Случилось, что по пути Иисус вошел в одно селение, и женщина по имени Марфа пригласила его и приняла в доме своем. Обратите внимание, эта женщина приготовила место для Иисуса у себя дома. Она приготовила свой дом, чтобы он мог прийти и использовать его для своих целей. Из этого мы понимаем, что она любила и уважала Иисуса. Она любила Слово, любила и уважала все, что исходило от Него. 39 стих. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Господа и слушала Его учения. А Марфа, чрезмерно хлопотавшая и сильно занятая, была отвлечена большим обслуживанием. И она подошла к нему и сказала, «Господи, неужели тебе все равно, что моя сестра меня одну оставила служить? Скажи же ей, чтобы помогла мне, подсобила и выполнила свою часть вместе со мной». Но Господь сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом, а одно только, или немногое нужно». Мария избрала благую часть, ту, что ей на пользу, которая не отнимется у нее. Обратите внимание, Марфа пригласила Иисуса, но куда бы ни приглашали Иисуса, с Ним приходила толпа людей, потому что куда бы Он ни шел, люди следовали за Ним. Поэтому у нее в гостях был не только Иисус, но и люди, которые хотели побыть на Его служении, послушать Его слова, Его учения. Люди набились в ее дом, и Марфа была так сильно озабочена тем, чтобы быть хорошей хозяйкой. Это ведь ее дом, и она принимает у себя драгоценного мужа Божьего, и она хотела, скажем так, показать себя с лучшей стороны, и это понятно. Но ей нужна была помощь в делах, связанных с приемом всех этих людей, поэтому она пыталась привлечь внимание Марии, а Мария на нее даже не реагировала. И обратите внимание, что делает Марфа. Она подходит практически раздраженная на Иисуса и говорит, «Тебе что, все равно, что моя сестра мне даже не помогает?» Вот что происходит, когда люди отвлекаются на неправильные вещи. Они раздражаются на тех, кто уделяет внимание правильным вещам. «И их раздражает, что вы не раздражены, как они». Так вела себя Марфа. Она была, если так можно сказать, недовольна тем, что Иисус не увидел ее положение и не помог ей. Так что она попыталась пожаловаться на Марию. Мария не помогает. Но прозвучал ответ, «Проблема не в Марии, Марфа. Проблема в тебе». Сколько раз мы приходили к Богу и говорили, «Боже, помоги мне. Я уже делаю все, что знаю. Тебе пора разобраться с этим человеком. Тебе пора разобраться с моим мужем. Тебе пора разобраться с моей женой». А Бог поворачивался и показывал на нас, говоря, «Эй, это тебе нужно кое-что исправить». И именно так и поступил Иисус. Послушайте, Иисус служит в доме Марфы, а она даже не находится в той же комнате, чтобы послушать Его. Она на кухне готовит. Что она делает? Она неправильно расставляет приоритеты. Если мы не будем внимательны, мы не разберемся, что на самом деле важно, и упустим божественную привилегию молитвы, божественную привилегию общения с нашим Отцом из-за того, что мы отвлечены, и наше время съедает что-то, что мы называем важным, что на самом деле не так важно. Для Марфы исполнять роль хозяйки было важнее, чем слушать то, что говорил Иисус. Боже мой, это опасный подход. Считать, что ваша работа важнее, чем посещение церкви, чтобы услышать, что Бог скажет вам и вашей семье. Это опасный подход, опасный образ мышления. Быть любезной и искусной хозяйкой важно. Я не преуменьшаю это. Но нужно помнить, что именно Иисус подавал настоящую пищу в тот день. Марфа пыталась всех принять и быть любезной хозяйкой, но никто не мог подать на стол то, что подавал Иисус. А Марфа совершенно упустила божественную трапезу, подаваемую в ее доме, потому что она отвлеклась на то, что она считала важным, что не было важно. Видите, она не вкусила того, что Иисус предлагал, потому что неправильно мыслила, считая, что то, что делала она, было важнее того, что делал он. Поймите, то, что происходит в нашей жизни, может быть важным, но нет ничего важнее того, что Бог делает на земле. Об этом сказано в 6 главе Матфея, 33 стихе. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Люди так много времени тратят на поиски того, что прилагается, и в этих поисках они не уделяют должного времени тому, что Бог делает и что Бог называет важным. И именно в такой ситуации мы находим Марфу. Она думала, что то, что делал Иисус, было не настолько важно, как то, что она делала на кухне. Очень легко погрязнуть в потоке обычных обязанностей. Они затягивают вас, и вы больше не отделяете время. Именно этого следует беречься. Отвлечений, которые выглядят уважительными. Роль хозяйки совершенно оправдана, но она уже не настолько оправдана, когда Иисус накрывает трапезу. Именно это она упустила. Иисус сказал ей в 41 стихе, «Марфа, Марфа». Я вам скажу, сразу ясно, что что-то не так, когда Он повторяет ваше имя дважды. «Марфа, Марфа». Почему Он произнес ее имя дважды? Наверняка, чтобы привлечь ее внимание. Когда дети были маленькими, мне приходилось повторять их имя по несколько раз, если они не слушали. Их тело могло стоять прямо передо мной, но их ум куда-то уплывал. И именно это мы здесь видим. Иисус произнес ее имя дважды. Ему пришлось обратиться к ней дважды, потому что, хотя ее тело там присутствовало, ее ум метался между всеми обязанностями хозяйки, и ему нужно было привлечь ее внимание. Он сказал, «Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом. Не в бровь, а в глаз». Она думала, она представила все так, словно у нее была лишь одна проблема, что Мария не помогает. Но Иисус увидел полную картину ее жизни, и Он сказал, «В корне всего лежит то, что ты беспокоишься о многом». Отсюда ясно, что это не единичная проблема у Марфы. Она впустила в свою жизнь плохую привычку отвлекаться на неважное. И когда появилось то, что важно, она дала волю привычке, вместо того, чтобы уступить дорогу тому, что важно. Она так привыкла заниматься чем-то не настолько весомым, не настолько важным. Итак, плохая привычка отвлекаться влияла на ее духовную жизнь и духовное развитие. Она даже не присела и не послушала, что Иисус говорил. Заметьте, как поступила Мария. Она выбрала не отвлекаться. Даже на сестру, которая давила на нее, чтобы она пришла и помогла. Мы даже не представляем, как все выглядело в тот день в доме Марфы. Может, Марфа подходила к Марии, сидящей у ног Иисуса и говорила, «Ты должна мне помочь». Или же она передавала эту информацию через всех, кто сидел возле Марии. «Скажите ей, пусть поможет мне». Или же она за спиной Иисуса пыталась привлечь внимание Марии. Этого мы не знаем. Но мы знаем, что Мария не поддавалась отвлечениям, потому что для нее то, чем угощал Иисус, было важнее всего, что на нее давило. Именно такую дисциплину нам нужно ввести, если мы хотим уделять должное время своей духовной жизни, своей молитвенной жизни, развитию своей духовной жизни. Посмотрите, так часто люди находятся где-то, где Иисус говорит к ним через их пастора, сидят на служении в церкви, и они как бы слушают своего пастора, хотя бы их тело там присутствует, но их ум витает где-то еще, и они упускают то, что их пастор подает на стол, потому что их ум отвлечен, их ум не дисциплинирован. Поговорим об отвлечениях этого века. Сколько людей сидят в церкви, копаясь в мобильном телефоне, переписываясь с друзьями, читая эмейлы, ползая по сети, делая покупки, играя в видеоигры, во время церковного служения. Вот это отвлечение века так отвлечения. Они сдерживают духовный рост и развитие. Люди достают свои устройства и делают вид, что читают Библию, потому что многие и правда читают Библию на телефоне или планшете, но сразу ясно, когда один палец вот так летает, что они переписываются с кем-то. Проповеднику это видно. Сколько раз я смотрю, о, они даже не слушают, их тело здесь, но они отвлечены. Отвлечения чреваты, отвлечения дорого стоят, потому что мы пропускаем то, что нам нужно услышать, когда не справляемся с отвлечениями. Плохая привычка отвлечений обойдется нам гораздо дороже, чем мы можем себе представить. мой рецепт таков. Если вы ловите себя на том, что «Пастор Нэнси, я сижу, читаю Библию, и внезапно вылетает смс-ка, и я перехожу на нее, ну тогда я вам советую читать бумажную Библию, а не на устройстве, если устройство является отвлечением, если у вас не получается не отвлекаться на него, то отложите его в сторону и достаньте Библию, потому что отвлечения чреваты, они обойдутся вам очень-очень дорого. Помню, много лет назад меня пригласили проповедовать в одну церковь, и я сказала Богу, «Бог, я рада проповедовать, но я знаю, что эта церковь движется немного в другом потоке, чем мы, они расставляют другие акценты, и я не уверена, как там примут мое служение, потому что я понимаю, что у них другие методы или акценты в служении». И Бог проговорил мне, «Я хочу, чтобы ты туда поехала». И Он сказал мне, о чем проповедовать. Он сказал, «Мне нужно, чтобы ты предупредила пастора, если он не изменит направление своего служения, он не доживет до полноты своих и Бог не хотел, чтобы я пошла и лично поговорила с пастором. Бог сказал мне проповедовать проповедь, содержащую ответ для него. Так что я приехала туда с отрезвляющим заданием. Конечно, также, чтобы накормить паству, присутствующую на служении, но была особая цель, ради которой Бог отправил меня в ту церковь. И вот, я проповедую и постепенно подхожу к некоторым вещам, которые этому пастору нужно услышать, чтобы повернуть свою жизнь, свое мышление, свое служение в другом направлении. Подхожу к тому, что Бог хотел, чтобы я ему сказала. Я подготавливаю почву, закладываю основания, чтобы суметь сказать ему очень отрезвляющие, весомые слова, которые будут для него спасительными. И вот, я минут двадцать занималась подготовкой и уже готова сказать то, что необходимо услышать этому пастору. И прямо в этот момент он оборачивается, подзывает кого-то из службы порядка и начинает давать указания по поводу чего-то в здании. И я такая, Боже мой, нет, 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 тебе нельзя это пропустить, тебе нужно это услышать, потому что от этого зависит твоя жизнь, твое будущее. И я смотрю, как он разговаривает со службой порядка во время служения. Вы спросите, и что же ты сделала? Я, если так можно выразиться, немного потопталась на месте, пытаясь дать ему время, использовала какие-то лирические отступления, пытаясь дать ему время закончить этот разговор. И потом мне пришлось открутить свою проповедь назад и заново заложить некоторые основания. он не догадывался, что он чуть не пропустил спасение собственной жизни. Дьявол с удовольствием воспользуется недисциплинированной умственной жизнью и пошлет вам кучу разных отвлечений во время служения, чтобы вы упустили ответ для своей семьи, для своих финансов, для своего здоровья. Дьявол воспользуется любыми мелочами, чтобы вы упустили то, что Бог говорит вам. Нам так важно научиться это распознавать и наступать этому на горло. Именно в этом Иисус обличил Марфу. Она не осознавала и не понимала, что она позволила себя обокрасть. Иисус накрыл богатую трапезу в ее доме, а она не вкусила и самой малости. Она думала, что уже одним своим присутствием выполнила свой долг. Так часто люди думают, ну я же пришел на церковное служение, значит я духовно развиваюсь. Но знаете, если наша вера не растет, если наша молитвенная жизнь не развивается, если наши навыки наполнения словом не развиваются, наша духовная жизнь не развивается, и нам необходимо осознать, что дьявол использует простые повседневные вещи, которые нас окружают. Итак, отвлечения будут приходить, но мы не обязаны им сдаваться. Мы можем вносить поправки в свою жизнь, распознавать отвлечения и избавляться от них. Мы должны замечать, минуточку, что меня отвлекает, на что я позволяю своему вниманию переключаться и быть в этом бдительными. Я вам скажу, Господь поможет нам в этом, если мы его попросим, потому что эти отвлечения не только воруют у нас ответы, они воруют у нас время, которое нам следует проводить в слове, проводить с отцом, посвящать нашей духовной жизни и развитию навыков. Столько всего может нас отвлекать дома, по жизни, в бизнесе, в семье. Возможно, нам придется отказаться от каких-то очень веселых посиделок в кругу семьи и вечеринок в компании друзей, чтобы уделить надлежащее время духовным вещам. Послушайте, Бог хочет, чтобы мы общались с друзьями, чтобы мы проводили время с семьей и отдыхали, но Он хочет, чтобы у нас все было в правильной пропорции. Именно неправильная пропорция нас обворовывает и сдерживает нашу духовную жизнь. У Кэтрин Кульман было потрясающее служение исцеления в 1960-е и 70-е годы. И она говорила, «Я не могу жить, как другие женщины. Другие могут ходить по магазинам, интересно проводить время с друзьями. Я же осознаю, что жизни других людей зависят от моего проведения времени с Богом и общения с Ним». Ей нужно было готовиться, чтобы служить людям. Она осознавала, что если она хочет, чтобы Бог мог ее использовать, ей придется вести себя по-другому, чем жизнь. Иногда отвлечением могут стать совершенно нормальные занятия. Даже абсолютно оправданными занятиями можно чрезмерно увлечься. И когда мы чрезмерно увлекаемся, это нам дорого обходится. Знаете, некоторые семьи каждые выходные, да, на неделе они работают, а каждые выходные они устраивают какой-то отдых и развлечение. каждые выходные. И они воспитывают в своей семье жизнь развлечений больше, чем духовную жизнь. Это будет им чего-то стоить. Нам нужно осознать, как мы воспитываем своих детей, свою семью, чему мы их учим, не учим ли мы их отвлекаться на что-то неважное, или быть чрезмерно занятыми чем-то неважным. Нам нужно позаботиться о том, чтобы наша молитвенная жизнь не страдала, наша жизнь в слове, потому что наступит день, когда нам потребуется действующая вера, наступит день, когда нам придется быть эффективными в молитве, когда нам потребуются навыки молитвы, и нам важно не променять божественную силу на наше хобби, потому что ни одно хобби, ни одно время препровождения не сравнится по важности с движением в силе Божьей. Я хочу помолиться с вами. Отец, мы так благодарны за это время, которое мы можем проводить вместе. Мы испытываем себя прямо во время этой проповеди. Мы используем это время, чтобы судить себя, и мы просим, покажи нам, что необходимо изменить, покажи нам, что необходимо исправить. Отец, мы каемся за те времена, когда мы были чрезмерно заняты повседневным, чрезмерно увлечены чем-то неважным, и это нам чего-то стоило. Отец, мы хотим двигаться вперед, и чтобы ты использовал нас так, как ты хочешь. Прямо сейчас, посреди этого служения, мы проверяем себя, мы судим себя, потому что мы хотим быть угодными тебе, и мы хотим выполнить твою волю для нашей жизни, поэтому мы ставим цель посвятить время радости общения с тобой, и радости в слове, аллилуйя, это будет для нас благословением, если мы к этому прислушаемся, аминь. Мы надеемся, понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения дефрэйм.